Грецкий еще закончить не успел, да, еще доигрывал, а уже появлялись его смельчики, ну, по минимуму один сезон. Кросби выиграл 15-й браслень в том матче, а Бидарт только одно. Бидарт может это делать в Чикаго, потому что Чикаго слабая команда таких талантов, таких первых номеров получает. Славая команда, аутсайдер, где действительно уже 18 лет. В первом месте идет Спартак, Голдобин-Морозов-Порядин. Нет, они взяли шею и побежали с ней вперед, они все бегут и здорово там друг по другу как-то там открываются, подкатываются, они идут там смело обыгрывать. Кунелуни – это та команда, которая портит тебе тренерский имидж. Вот вообще кто-то мог предсказать, что Кныжов выйдет и весь сезон приведет в основе. Ах, как хорошо! Всем привет! Привет, ребята! Передача «Оддел хоккей» снова с вами. Павел Лосенков, Андрей Юртаев и Максим Лебедев, который заменяет нам Виталия Славина, который отправился в Турцию. Такая тема вот, да. Ты смотришь, Инхаил, иногда поглядываешь? Иногда, да. Иногда. Там появился паренек Конор Бидард, мы про него много говорили, сейчас мы уже можем видеть его в деле. Был первый матч, второй, дальше будет там третий счет и пятый. И вот он начал, начал уже, забил первый гол, провел первый матч, проиграл первый браслени с Кросби. Какое у тебя в целом впечатление от Бидарда у тебя, Андрей? У меня тут пара мыслей на этот счет. Во-первых, по поводу Кросби, я перед этой игрой видел ролик, снятый в качестве промо, естественно. Встали просто реально Кросби и Бидарда, их вот просто на вбрасывание поставили, ну типа 7 вбрасываний между собой. Ну понятно, что это такая показная была вещь, но типа просто вот кто, ну типа до 7 побед, до 4 побед, вот типа 7 матчевая серия. И плюс они еще менялись там сторонами, да, вот это все. И Бидарт выиграл у Кросби эту серию 4-3. Вот, поэтому когда на вбрасывании они вставали друг против друга в официальной игре, я прям очень удивился. То есть, то ли здесь они этот ролик снимали и, ну, как бы надо, чтобы, да, было так, чтобы если Бидарт или выиграл, или проиграл, ну там не очень сильно он выиграл. А то ли он как-то в официальном матче как-то так, не знаю, перенервничал, потерялся и тоже там клюшку забывал, когда уходил. И как-то это сказалось. Вот. А вторая мысль, которая у меня про Бидарда, это то, что ну вот настолько вот просто каждый там шаг вот со всех сторон все это прям вот подается, что это вот супер-супер-супер-супер-супер будущая звезда, что немножко это даже раздражает. И я даже видел там, просто уже люди мемы пилят на тему того, что там Конор Бидарт просто дышит, а там все медиа с НХЛ связаны, они уже прям уже все в таком экстазе, в восторге и в таком ключе. Вот. Я вот больше вот из тех, кого немножко это раздражает. Очередной, второй Грецкий. Ну типа, да, да, вот эта графика, которая была, когда он забил этот первый гол Болстону, там они выдали графику Грецкий 890 там. Ой, четыре. Четыре гола, Бидарт один. Слушай, слушай, вот как Грецкий еще закончить не успел, да, еще доигрывал, а уже появлялись его сменчики, ну, по минимуму, минимум один в сезон, минимум в сезон. И вот даже сейчас наш Эдмонтонец-то. Да, но он в порядке-то. Он в порядке, но, ребята, ну, сколько должно сложиться, как сложилось у Овечки, на, почти сложилось. Сколько сезонов надо отыграть без травм, сколько сезонов должно быть без ковидных, без войны, я еще говорю, да, чтобы достать результат Грецкий при любом забивных возможностях. В первую очередь я хочу сказать спасибо нашим друзьям из компании Винлайн за то, что помогаете записывать эту передачу и другие передачи на линейке рейтинг-букмекеров. Винлайну большое спасибо. И кроме этого, хочу сказать свое мнение, вот очень ближе всех Грецкие, вот если так смотреть, да, вот те, кто были, да, именно Кросби. Потому что Кросби, во-первых, брал кучу индивидуальных призов, набирал кучу очков и набирает. Во-вторых, Кросби взял три кубка Стэнли, что не удавалось другим Next One, да, там, Линдерс до этого не дошел, не дошел до этого пока что Макдэвид. И еще очень важный факт. Да даже в Лемье два. Ну, Лемье, я не знаю, мог ли он быть Next One для Грецких, потому что они играли чуть ли не в одно время. Ну, понятно, с начала 80-х, все-таки это другая история. Но, кроме этого, Кросби проявил себя, как и Грецкий, в сборной Канады, причем он пошел дальше. То есть он выиграл два золота Олимпиады, Грецкий не удалось это сделать. В отличие от Ильи Каблукова, например. Да. И вот, пожалуйста, он ближе всех. И как раз я помню, как начинал Кросби, это очень похоже на то, как начинает сейчас Бидарт. Тоже какой-то паренек 18-летний, как вокруг него все носились, как он там командовал своими партнерами, ветеранами. Как все говорили, вот там. И я помню, как он постоянно хейтили его другие клубы, особенно Филадельфия, его там просто ненавидели. И как они в плей-офф не вышли в первый сезон. И все это очень похоже. Про вбрасывание, как раз вот самый, опять же, матч был достаточно долго, уже много времени прошло. Но Кросби выиграл 15 вбрасываний в том матче, а Бидарт только одно. И 10 проиграл. То есть там, я помню, как у Кросби были катастрофические вбрасывания в первое время. Я так думаю, вообще, как ты будешь играть, если у тебя там было 20% или 15%. И он Кросби просто терялся в этот момент. Но потом, сейчас, вот на данный момент, он лучший в НХП вбрасывании уже много лет. Ну, не лучший, может быть. Ну, один из лучших. Кто там есть? Барков, Урайли. Там есть Урайли, да. Да, Урайли, Барков и Кросби. Он там спокойно за сезон может выиграть больше тысячи. Потому что он, опять же, с учетом того, что это не самая сильная сторона, там, Малкина, да, еще кого-то, он выходит иногда на вбрасывание в других звеньях. Если ты выиграл 15, и явно это было не 100%, ну, значит, ты вышел где-то 25-30 раз на точку. Ну, это вот говорит о том, что он действительно выходит в нескольких звеньях. По поводу того, как работает эта пиар-машина. Сравнивая даже, ну, мы любим сравнивать с КХЛ, да. Вот представь себе, в КХЛ появляется какой-то талантливый перенек, Мечков, да, Мечков. И мы, ну, мы же помним, как он появился, да, все это. И мы такие, так, вот у нас есть суперталантливый парень, он появляется в каком-то клубе, и мы все должны его раскрутить, потому что это продажа свитеров, продажа телерейтингов, продажа болельческого ажиотажа. И как тогда выглядело бы КХЛ, вот появляется Мечков в СКА, его сразу ставят, сразу, в первое звено. Он, кстати, когда играл в СКА, или его, или под Колзин, определяли звено Гусеву и Децуку. То есть его давали символически только. Другое дело, что это было символически, там, вместо того, в звеньях. Но он должен сразу играть в первом звене, получать первое большинство, он сразу же должен быть в прицеле к капитанам. Вот это же, вот это сейчас сразу же большая разница, потому что Бидарт может это делать в Чикаго, потому что в Чикаго слабая команда таких талантов, таких первых номеров, получает слабая команда, аутсайдер, где действительно уже 18 лет, а Бидарт, ну, чтобы там не говорили, как он достал там, да, он действительно талантливый парень, там, техника есть, там, все есть. Тут вопрос, как бы, как будет развиваться. В Чикаго он имеет возможность играть по 20 минут, и большинство, и первый центр, все сразу. А в СКА Мечков, ну, куда? Ну, вот куда? То есть, получается, он только в Сочи смог стать Бидарным русским? Ну, грубо говоря... В Сочи, вот, но играет... Ну, грубо говоря, он изначально должен попадать, вот такие таланты, как Мечков, изначально должны попадать в Сочи, и вот здесь они в 18 будут иметь и большинство, и 20 минут игрового времени. А у нас изначально большие таланты попадают в топ-клубы. Слушай, ну, ведь у них же есть какой-то механизм, не позволяющий, скажем, ну, я не знаю, там, кому, Бостону. Драфт называется. Тут же обменять. Нет, драфт, понятно. У нас тоже драфт есть. Был. В смысле, есть. Был. Был. Ну, такой. Был драфт, да. Но у нас тоже был драфт. Ну, и что толку? Ну, и лучше бы забрал себе какой-нибудь нефтехимик, а у него тут же еще драфт, церемония драфта не успела закончиться, уже это самое, его выкупил СКА. Ну, такого не было, ладно. У нас защищали просто таланты. Ну, если идти дальше, идти дальше, да. Почему они попадают в сильные клубы, тире, большие города, тире, сильные хоккейные школы? Потому что Мечков, например, не может появиться в Адмирале, потому что в Вавилостоке нет такой школы, где он сможет развиться в топ-парне. Потому что у нас школы связаны с клубами, да. То есть, если он играет в этой системе, он появится только в СКА. Нет драфта, он развивается в этой школе, это работает так. То есть, получается, нужен драфт. Плюс есть парни типа, ну, вот Слепышев, это же Пенза. Вот в Пензе нет команды КХЛ, соответственно, вот у тебя был игрок, которого можно было выбрать на драфте высоко, и его некому было защитить. То есть, вот из таких городов, когда выходят игроки, тогда да. Ну, были варианты, сейчас мы это все равно уже в прошедшем времени обсуждаем, поэтому. А в Владивостоке школа будет, если будет лед? Да нет, ну там, сейчас там есть, там все равно. Там даже не в Владивосток, вообще все это Приморье там есть какие-то. Сейчас там даже смотришь эту команду, ну, там Тайфун, там, вот эти Дальневосточные, там все равно какие-то парни, более-менее там свои, Приморские, появляются. Да. Нет, ну, больше, там лед по пальцу пересчитать. Там во всем Приморском крае, ну, пять. Слушай, я вот, я вот... Пять. Я просто... Пять. То есть, представляешь себе территорию размером с Московской области? Пять льдов. Я правда не знаю, насколько вот пять или не пять, но я вот обнаружил, сейчас я просто там комментирую какую-то вот молодежную команду, я обнаружил там парня из, реально, из там поселка, типа, на там, меньше 20 тысяч человек, но там есть вот стадион, там есть дворец. То есть, он оттуда вот, он выбрался, по крайней мере, в молодежную лигу. Ну, там дальше не знаю, кто там пойдет. Компортизация, по-моему, есть или Дальневеческая? Не помню название сейчас просто. Ну, вот реально малюсенький поселок, я бы никогда это название не услышал, если бы не было игрока там. Напишите об этом в комментариях. Да, в Приморском крае, сколько у вас действительно реально льда, это самое, в Приморском крае? Вот так посчитать закрытого льда, который размер стандартной нормальной коробки. Можно проводить матчи. Да, действительно, получается так, что только в слабых клубах вот такие там наши нокстуаны могут раскрыться, да, как Мечков, потому что в больших клубах их не поставишь в первом звене. Это касается не только СКА. Ну, в ЦСКА уже не может играть в первом звене, не может играть в Локомотиве, там, в Динамо. То есть, там играют опытные, возрастные ребята и мастера. А Торпеда может. Торпеда может, да. Потому что Торпеда был не самый сильный клуб, когда начал работать с Игорем Ларионом с прошлого сезона. Они же не попадали в плывов? Нет, попадали. Ну, вылетали в первом раунде стабильно. Как раз вот об этих ветеранах, мастерах, не ветеранах даже, потому что есть, кстати, тоже тут молодые, самые результативные тройки регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент выкатила сама КХЛ. И есть интересно порассуждать, потому что здесь как раз затрагиваются клубы. И на первом месте идет Спартак, Голдобин, тире Морозов, тире Порядин. На данный момент, когда запись передачи, у них 16 игр, 25 голов. Понятно, что будет больше. И это химия, которая прям сплотилась. Очень здорово они выглядят вместе. И плюс, добавьте к этому, что Спартак лидирует по забитым голам, опережая на 10 шайб ближайшего конкурента. 10 шайб. То есть они просто очень круто, с большим отрывом по нападению выступают. При том, что раньше Спартаком такого не было. Вот что ты думаешь об их звене? О Николае Голдобине, который идет лучшим бомбардиром КХЛ. И парень вот спокойно. Ты помнишь, он играл когда в магнитке, там Воробьев по шлему стучал. Коля, я до тебя достучаться не могу. Почему ты такой нестабильный? Сейчас он спокойно 0 плюс 5, 0 плюс 4. Три очка с ЦСКА набрал, 1 плюс 2. Ну просто делать нечего. Заходишь в раздевалку, он там сидит в этих очках, таких массажных, знаешь так. И просто сидит молчит. Это массажные очки? Я видел эту картинку. Это массажные очки? Это массажные, да. С такими пупырышками. И он даже не улыбается. То есть он не ради прикола их надел, а для того, чтобы они у него были просто. И вот он массажирует глаза, медитирует. Я говорю, Коля, что это такое? Он говорит, есть такая тема, на 2 минуты надеваешь эти очки, и 2 минуты расслабляешься после матча. Для таких бомбардиров очень важно зрение. Опять же, как Кузнецов рассказывал в одном из ютубовских интервью, что он перед матчем садится на корточки и именно глазами наблюдает за шайбой. Такая вратарская чисто штука. Да, да, да. Этим занимаются. Зрение – это очень важно. И ты как раз, чтобы стать лучшим бомбардиром, должен вот эти моментики подмечать. И он говорит, у нас в команде вот это идет такая цепочка. Один очки купил, второй. Всем нравится. И он говорит, многие у нас с ними сидят. И это опять же вот эти маленькие штучки, с которых складывается большой успех. И вот посмотри, Морозов, Порядин, который очень здорово прибавил после немтихимика, просто вверх пошел. И Голдобин. Как ты оцениваешь их химию? Насколько это крутая тройка? Как я оцениваю? Тут все по цифрам видно. Люди там набрали. Ну, ты хорошо рассказывал про Динамо. Но вот именно каждый на своем месте, у каждого разное амплуа. А как это сочетается? Слушай, мне кажется, даже вот это химия химии, но мне кажется, это еще и Спартак, вот нынешний. То есть, грубо говоря, эта же тройка в составе, ну, условно, Магнитки, там, например, ну, как другой команды. Там, нефтехимика, если вспоминать, где был Порядин, где был Голдобин. Может быть, там такого бы уже и не было. Потому что здесь, во-первых, нет какой-то такой вот ротации прямо, да, чтобы вот, как у нас вот есть вот некоторые команды, там, ротация ради ротации, я вообще не понимаю. Во-вторых, видимо, вот то, во что играет Спартак, это действительно, это действительно им так всем подходит. То есть, я вот, ну, как у нас бывает такое, что вот там какой-то супер, там, снайпер, там, какой-нибудь крайний центр, там, да, всем подчищает. Там еще какой-нибудь, еще там другой крайний, там, как-то дирижирует. Ну, как-то вот такие функции. А здесь я не вижу такого. Здесь они просто все бегут вперед. И все. То есть у них нет такого, что встали в своей зоне и ждем. Выманиваем или еще что-нибудь. Эти передачи, миллион в середине зоне. Нет, они взяли шею и побежали с ней вперед. Они все бегут. И здорово там друг по другу как-то открываются, подкатываются. Они идут там смело обыгрывать. Как-то вот, видимо, это «Спартак» дает им такие возможности. И поощряется это у них получается. Я с другой стороны зайду. Сколько у нас раз, по-моему, два жамнов посреди сезона. Изгоняй тренер, остановился на мостике. Парочку раз это было. И оба раза все сказали «Ах, как хорошо». А потом почему-то все закончилось. Ну, говорили всегда, что Жамнов вроде как сам не хочет быть главным тренером. Я не знаю, он не хочет или что. Про это говорили, да. Но каждый раз он ходил, оба раза выходила «Ах, ах, ну вот». Сколько лет потеряно, ребята. Я бы добавил к этому, что не только Жамнов, но и Алексей Ковалев, который отвечает за нападающих. Это тоже такой супернедоцененный человек. Как тренер. Который работал в Кунелуне. Ну, Кунелуне – это вообще безнадега. Не знаю ни одного специалиста российского, который там мог бы раскрыться и сделать шаг наверх. Ковалев. Владимир Юрзинов. Младший. Ну, он не сделал шаг наверх. В смысле? Плей-офф единственный раз была команда. Как команда она могла быть в плове. Я говорю, сам тренер. Сам тренер, где он сейчас? Он говорит открыто в интервью, что хочет работать. И где он? Он же не работает сейчас. И Ковалев мне говорил в интервью прямым текстом. Он говорит, Кунелуне – это та команда, которая портит тебе тренерский имидж. Ты можешь там работать, получать место в КХЛ, как специалист. То есть, да, пятое-десятое, но после Куйлуни кто тебя куда возьмет? Это все. Вот Николишин там какое-то время работал, он после этого в блогеры ушел. Не работал как тренер. Он же работал? Николишин. Ну, какой-то сегмент, я помню, Николишин. Я помню, что сын играл. Сын. Я помню, он на лавке. На лавке немножко он там был. Немножко был на лавке совсем. Но ни один российский специалист после Куйлуни не сможет так вот раскрыться. И Ковалев год пропустил. И сейчас вот у него такая душная «Спартак», что он занимается форвардами, он учит их каким-то вещам. И действительно, он тоже дает многое, кроме того, что дает многое жамнов. Такой вопрос к тебе. «Спартак», «Спартак», если он дойдет до финала, если он дойдет до третьего раунда, если он выстрелит в плей-офф, насколько это будет круто для нашего хоккея, для Москвы особенно? Потому что ЦСКА чемпион, Москва чемпион, на это все вопросов нет. ЦСКА – это понятная история. Но я помню, как был бум в «Спортэкспрессе». Помнишь, назывался Соловьев, помнишь, он команду взял «Спартак», они шли какое-то время, старт чемпионата на первом месте или там в десятки. К новому году они шли на первом месте. И Пан Вуйтек тогда сказал на пресс-конференции… Соловьевский «Спартак». Нет, Пан Вуйтек в Ярославле сказал на пресс-конференции, это команда про «Спартак», который шел на первом месте. «Этой команды не будет в плей-офф». Ему сказали, Пан Владимир, лечись. А «Спартак» тогда не попал в плей-офф. Тогда 8, правда, проходило в плей-офф. «Спартак» не попал в плей-офф. Потому что «Спартаке» кончились деньги. Ага, я помню, знаешь, там были тот «Спартак», который в Соловьевске, там был, помню, Евтюхин, да, вот кто там был, Япончинец, вот те. И несколько раз, когда «Спартак» взлетал, это было, во-первых, сразу газетные обложки там были в «Спартаке», потому что понимали, это рейтинг, народ сразу такой «Вау», 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 «Сокольники», «Зиноев». То есть, насколько это будет круто, если «Спартак» опять станет хедлайнером, а не какой-то проблемной командой, которая может спокойно там из КХЛ на сезон исчезнуть, которая меняет там трех тренеров, не попадает в плей-офф. И вот такая середняк, проблемный середняк был «Спартак». Но если он станет контендером, извиняюсь за это слово, если он будет реально силой, то, что у нас на Западе мы принято было считать до этого сезона топ-3, это СКА, ЦСКА, «Локомотив», сейчас уже явно топ-4 – это «Динамо-Москва», и уже явно топ-5 – это «Спартак». А торпеда, значит, это сам покупатель. И я никак не могу поверить, торпеда, что это серьезно и надолго, но еще и торпеда есть, представляете? Да ненадолго это есть. Топ-6, да. Расчехвостят, раздраконят. «Спартак», насколько здесь, ты как газетчик, скажи, насколько у него медийный потенциал, что это бабаха. Нет, медийный потенциал на нем отличный. Медийный потенциал, но самое главное, что отношение клуба. Отношение было великолепное к прессе. Оно к себе притягивало прессу. И плюс еще тогда в клубе работал Кубок «Спартака». Дай мне Бог здоровья. Что? Какой вопрос? Табулатов? Гилан Табулатов, да. Он еще тогда чисто… Ну, как быть, не работал напрямую уже в «Спартаке». Нет, не его уже была команда. Во-первых, чья была команда? Там был Шабдурасулов. Шабдурасулов, да. Который собаку съел вот на этом общении с прессой. Кремлевский человек, да? Да. Там был Николай Иванович, это самый, президент. Капитан-то бывший. Старостин. Старостин? Не Старшин. Старшин. Старшин, все-таки. Это реально Вячеславов? А Старшин, Вячеславович Старшинов. А это у него артистическая тусовка. Хоккейная тусовка. Стихи, тыс. Это да. Я там таких людей, я там таких людей встречал, ребята. Ребята, я сейчас помню. Товарища Сухова, артиста Кузнецова. Вот уровни таких артистической тусовок. На каждом матче, да. Я с космонавтами на каждом матче практически общался. С это самое, Гречка и Леонов постоянно ходили на Спартак. Но это же... И как раз вот этот матч с ЦСКА. И вот это все вместе, да. Они были близки к Аншлагу. У них там 9 тысяч собралось. С ЦСКА? Спорт, вот это все. Это очень приятно. Очень приятная движуха. Второе звено, которое есть у нас, которое КХЛ нам дает. Радулов, Шипачев, Яшкин. На данный момент 15 голов. И при этом еще одна версия этого звена. Когарлицкий, Шипачев, Яшкин. То есть Когарлицкий, Шипачев, Яшкин. Это классическое сочетание. Они играли так и в Динамо. И Радулов вместе с ними в большинстве. Радулов вместо Когарлицкого. Нет, я не очень знаю, как они вот эти тройки, ну, как бы, расфасовывали. Но я подозреваю, это вот же большинство. Вот 4 форварда в большинстве. И ты можешь этих 4 форварда либо на такую тройку разделить, либо на такую. И посчитать вот для такого варианта, как бы тройки. Я не знаю, там это в равных составах? Это же, наверное, не в равных. Это же вообще. А это не указано. Вот. То есть, это, скорее всего, это бригада большинства. И поэтому, как бы, из бригады большинства можно сделать, ну, как бы, две тройки. Но вопрос связан, во-первых, с тем, как ты думаешь, кто в этой тройке лучше выглядит. С одной стороны, Радулов, ну, понятно, лучше. Потому что это Радулов. Но с другой стороны, ты убиваешь второе звено, где Радулов очень хорош во втором звене. То есть, у тебя сразу получается два классных звена, когда ты Радула убираешь от этого звена. Да ты не убираешь Радула. Я тебе говорю, это большинство. Ну, я понимаю, это большинство. Я понимаю, но я имею в равных составах. Если их ставить вместе или не ставить? Ну, сейчас тоже, мы же видели, там начались перестановки. Там у Свечникова травма, Жофяров смотрит хоккей. Вот это все. И там пошли перестановки. То есть, там начиналось же Радулов, как-то Сафонов, Свечников, по-моему, да, было. Потом они Свечникова, ой, Сафонова убрали вообще в третью тройку. И, соответственно, начали Радулов и Шипачева вместе выпускать. Ну, мне кажется, нет проблем. Хоть так, хоть так играйте. Это же все мастера. Просто я удивляюсь, что это сейчас происходит, а не в августе, когда в претезонные турниры, когда можно было поиграть и так, и так, и так. Акбарс там как в август как будто уже в камне состав выбил, и все турниры претезонные играл. И, Максим, смотри, еще такая тема. Яшкин-то, он лучший бомбардир прошлого сезона КХЛ. Голдобин лидирует, лучший бомбардир КХЛ в нынешнем сезоне. Голдобин, от него отказывались. Ванкуер, Сен-Хосе. Я не помню, Магнитка отказалась или он просто сам ушел, или он сам не захотел там играть. Ну, то есть, он Магнитки не остался, да. И несколько раз от него отказывались клубы. Яшкин, от него отказывались. Ну, по крайней мере, он не закрепился. В Вашингтоне, в Сент-Луисе, в Аризоне. Ну, и в КХЛ у него пошло, что он стал лучшим. В СКА не закрепился? В СКА не закрепился, да. Хотя он как раз в СКА и стал лучшим бомбардиром. Но не закрепился. Ну, то есть, да, в этом суть. Почему так получается? Такого же нет, например, опять же, мы говорим про НХЛ. То есть, не может там Макдэвид, который не закрепился в пятиклубах, он лучше бомбардир. То есть, как мы говорим, он как Бидарт, он растет, растет Макдэвид. Опять же, как мы помним, как он входил в лигу, он все, это белая кость, ему сразу весь карт-бланш, давай-давай, расти, там тепличные условия в каком-то смысле. У нас все не так, у нас от противного. Почему так получается? Ну, надо найти свою команду, своего тренера. Но это лучший бомбардир. Это про Яшкина сейчас? Ну, про Голдобин. Смотри, Голдобин не был лучшим бомбардиром в Ванкувере, и все, что ты перечислял. Это как Толчинский, понимаешь, что Толчинский, он тоже в цискане закрепился, то есть, его не стали повторять, когда Авангард выкупал его. Но в Авангарде нашел всю команду, он раскрылся и стал MVP плей-офф. Да. А Голдобин раскрылся попозже, вот сейчас. Вот сейчас раскрылся. Он раскрылся. Мы говорим о том, что там не подходили, может быть, партнеры, тренер не подходил, система игры не подходила, еще что-то. Там уровень мастерства не подходил, если мы говорим про НХЛ. А в «Спартаке» вот это все раскрылось и сошлось, вот он в порядке. А Яшкин, ну, совершенно другая история. Это что Яшкин? Опять же, все хорошо было у Яшкина с точки зрения игры. Мы же понимаем, что там свои эти принципы построения состава. Ну, все хорошо у него, соответственно, было в «Динамо», и все хорошо у него в «Акбарсе». Отвержена книга была отвержена. Мне кажется, что вы как раз сейчас всех игроков упомянули. Это тех, у которых уровень между НХЛ и КХЛ. То есть, для НХЛ они жидковатые и мелковатые. Они там могут играть, но, скажем так, шайбы подавать в основном. А для КХЛ они выше даже среднего. Ну, Яшкин явно не жидковатый и мелковатый. Яшкин, он силовой форвард. Ну, какая разница именно, что он-то там выше. Не слишком он там для НХЛ силовой. А такая, кстати, тема, которая муссировалась в последнее время. То, что Воронков не заиграет в НХЛ. Твой коллега Магранов об этом сказал. Но ты тоже так считаешь? Мне кажется, заиграет. Я не знаю, потому что вот если, опять же, ссылаться на коллег, и там прозвучало, что у Воронкова прям какой-то огромный лишний вес, с которым он приехал. 108 кг. Ну, в смысле, что это не 108 кг мышц, а лишнего. И если это правда, то это логично, что его в состав сейчас не берут. А вообще мне казалось, что Воронков может попадать в состав Каламуса. Просто потому что состав Каламуса такой, что если туда не попадать, ну куда вообще-то тогда. Вот, то есть, ну, может быть, и правда у него чисто какие-то его собственные. Как он не готовым приехал, поэтому его спустили вниз. Но если он наберет форму, мне кажется, он должен быть... Другое дело, что другие тоже сейчас наберут форму, пока он там где-то прозябает. Мне про него, опять же, часто пишут и говорят в личке, да, и говорят, Воронков он не заиграет. И там приводят примеры, которые видео кидают, которые Магранов выступал. Но я, как это и вижу, во-первых, вот реакция даже по предсезонному лагерю. Во-первых, говорят, блин, он реально большой. Я увидел, кстати, вот на матче нацистской арене, по-моему, да, он приходил на Кубок Открытия. То есть он приходил уже туда, да, ему дал Акбарс билет, и я прямо с ним столкнулся, там пожелал ему удачи в НХЛ. Ну, мне он показалось, что он плюс-минус обычный, как мы всегда его помним. Но было бы умно с его стороны, и правильно он это сделал, чтобы подкачался к НХЛ. Вот он реально набрал массу, вот именно физическую. То есть он не был таким прям оплывшим. И мне это не бросилось в глаза. Во-вторых, по предсезонному лагерю, там были отзывы в соцсетях. Монстр, он реально монстр. То есть человек большой, воротарь какой-то, помнишь, там от него отлетел. Этот, из Баффа, по-моему, да? Да. Левай? Леви, да. Леви, Левай. Да. Отлетел от него, и упал, как будто футболист прямо. То есть он приезжает, мне кажется, что Воронков очень ценный игрок для большинства на пятак въехать. Как его тут вообще спихнуть? И он просто тупо вот реально монстр. Да это вот эти предсказания, это же, ну, такая вещь, сколько? Вот то же самое, вот можно вот сейчас, давайте про Воронкова, давайте про Галдомина, там, про кого угодно. У кого-то... Так шестеркин полсезона в Ахэл провел. Мы же не... Потом взял в итоге визину через год. Да, это очень много... Можно сейчас сидеть и приводить примеров, кого получилось, хотя, казалось бы, ну куда. И наоборот. Но под стиль подходит Ахэлский идеально. Это не просто там человек, который крепкий. Это реально выдающийся габарит у него. Вот Николай Кныжов. Да, защитник. Подходил под стиль Ахэл, когда с тремя матчами в Кхэл и сезоном в Сканеве поехал в Сан-Хосе. Вот вообще кто-то мог предсказать, что Кныжов выйдет и весь сезон приведет в основе? Ну, здесь тоже палка в концах, потому что Кныжов играет в супер-супер проблемном клубе. Он, может, в другие клубы бы не играл там, но... Скорее всего. Сан-Хосе просто кошмар по составу. Ну, это сейчас. Тогда ты... Года так, там, три года назад, когда он там заходил... Мы же не обсуждаем там Кныжов, чем он выделяется. Ну, там забил гол, там, может быть, два, но нет такого, что он прям вот хайлайт. Он просто играет, потому что играет. Потому что там некому играть. Барабанов выглядел человеком, который будет там 40 очков набирать. Олимпийский чемпион. Да, олимпийский чемпион. Грецкий не был олимпийским чемпионом. Барабанов. Барабанов выглядел человеком, который зайдет в НХЛ, неважно в какую команду, и будет там набирать... Скаун был игрок третьего звена, который Беги Борис, и вот бомбардиром не был. Плотников выглядел человеком, который будет в НХЛ играть? Выглядел. И вообще не получилось ничего у Плотникова. Поэтому все эти предсказания, это настолько индивидуально каждый раз. Некоторый Якубов вообще первым номером был задрафтован. Плотников в команду не попал, мне кажется. Ну, да. У него же было две команды, у него была Аризона еще, по-моему, Питтсбурга. Ну, и он же там тоже не сумел закрепиться. И все, и... Ну, так тоже можно вспоминать Антон Бабчук, обладатель Кубка Стэнли. Что, выдающийся такой хоккеист, что ли, там, с Каролиной его там приписали на Кубок тоже. Хотя он там в плей-офф не играл. Ну, и это вообще сейчас эти примеры. Можно сидеть и переводить весь эфир. Троек много перечислено здесь. Барбер, Лабейт, Оберг. Оберг, да. Но это, опять же, большинство. Оберг, Оберг, да. Бориса. Динамовская Гусев Пакет Уилл, Гусев Оделл Уилл, это, опять же, большинство. ХК Сочи, Завгородний, Криштоф... А, Рендулич, Рендулич. Живые нету там. Но есть звено, которое прям было видно еще в предсезонке, что оно таким и будет. И оно такое и есть. И которое будет больше по очкам, выше. Буше, Спунер, Владимир Ткачев. И мы не будем... А его уже нет, да, по-моему? Ну, когда перевели на край во второе звено Спунера. Или его вернули обратно, я присмотрел. Ну, они могли на время это делать. Я просто говорю о том, что мы переходим к ответам на вопросы наших зрителей. И как раз вопрос у тебя был связан с Буше. Писали тебе в комментариях. Ну, не мне, а вообще в целом писали. Я просто подумал, что давай про это поговорим. Давай про это обсудим. Ну, не буду весь читать. Но там, короче, вопрос, насколько этично вообще вот это вот Буше со всей его историей. Там это судебное дело за изнасилование 2011 года. Ну, короче, давно. И Локомотив, мы же знаем, отказался от Буше как раз вот исходя из этических вот этих соображений. Вот. Волна поднялась, Локомотив, они такие пуганные. Блин, его не надо. Ну вот, а вот он играет. В общем, мне кажется, такая действительно неоднозначная эта история, неоднозначная тема, потому что, понятно, преступление особенно сексуального характера, ну, это прямо такая тема. Не хочется, да, чтобы вроде там, ну, твои дети, например, брали пример с такого рода игроков. Слушай, ну, преступление, а что мы только на словах. Это монологи, монологи. Да, согласен, но с одной стороны, а с другой Буше, какой был вердикт суда? То есть, был суд, все было, ну, официально по закону. Ему дали условный срок, там, что-то испытательный какой-то срок, условный. Гилти, сказали, виновен. Ну, условный срок. То есть, его, то есть, что-то там было действительно, но его не посадили за это в тюрьму. Вот, то есть, в принципе, он не нарушает закона никакого, то есть, нет такого, что он скрывается от правосудия, играя в России, да, как у нас есть в футболе, по-моему, да. Промес, ножичком пырнул кого-то там. И скрывается, да, потому что не выдает его Россия, да. А мы такие, а у и нету здесь, мы же не играем в Европе. Буше не скрывается, то есть, да, у него условный срок, но ему не запрещено там как-то перемещаться по миру и играть в хоккей в России. Вот, и самое, может быть, вот еще в этом случае, то, что, ну, надо давать, наверное, людям шансы на исправление, да. То есть, там, в 17 лет многие из нас, я думаю, что-то совершали, за что нам в 30 и позже стыдно. Ты совершал? Шалил? Я же с забором сидел. Молодец. Подсматривал, как остальные шалят. Вот, поэтому, ну, если человек готов, ну, он же не уходит от этого, он не говорит, ничего не было, да. Он говорит, ну, там вот было так и так, вот мое наказание. Он, в принципе, исправляется, наверное. Надо давать людям шансы как-то исправить себя. Или за то, что ты сделал, там, в 17 лет теперь тебе всю жизнь, ну, как-то страдать, не знаю, мучиться надо. Как-то, может быть, исправлять, искуплять. Максим, как исправить ситуацию, нам пишут люди. Вопрос, наверное, конкретно тебе. Невозможно купить билеты на домашний матч Торпеды. Скупают в ту же секунду после анонса. Кстати, Торпеды, один из редких клубов, когда мы обсуждали посещаемость, у них всегда аншлаги 5500, 5500, 5500. Мне кажется, они даже не считают эти билеты. Они так сразу перед матчем 5500, 5500, аншлаги. Нет билетов? Нет, во-первых, билетов мало. Сами, в семье, да? Там, да, там чуть ли не под 5000 абонементов. Поэтому билетов с Гулькин, сами знаете, чего. Выходит 500 билетов, естественно, они сразу разлетаются. Ждать, что дворец строится. Сколько там, 10 тысяч или 12, по-моему, будет? Будет хорошо. А сейчас больше ничего не остается. Нет, нет вариантов. Те, кто абонемент купил, они такие же болельщики. А они ходят реально абонеменщики? Ходят. То есть 100% вот эти 5000 абонеменщиков, они все их ходят, да? 5000 абонементов, да? Ну, я не знаю, там колеблется. Там они сначала одну цифру дают, потом другую, потом еще допечатают, потом люди начинают бушевать, почему эти купили, а мы нет и так далее. Но тут вопрос, представляешь, у них арена 1012, да? Я так думаю, что могут и 1008 абонементов жахнуть без вопросов. У них открывается арена 1012, я уверен, практически уверен, что когда она откроется, это не в следующем сезоне, а через сезон, 25-й год. Но 25-й с гарантией. И если они там форсируют, то, может быть, и через сезон. У них аншлаги будут и там. Потому что так разогрет город. Если будет ларионов, то железно будут. Представляешь? 12 тысяч. Как авангард, собственно. Вот авангард. Джидрайф арена, лучшая арена. И там аншлаги. У них формально не было пока ни одного аншлага, но они постоянно ходят близко. Можно будет удовлетворить и абонементами всех по самый плеш. А это будет 1008, я говорю, реально, по-нижнему. Это такой важный вопрос. Нельзя все на абонементы отдавать, да? Чтобы люди имели возможность там. У них же там и бумы этого, и футбола. Нам пишут в Ютубе комментарии. Как же здорово играют в нижнем лариончики и юранчики. То есть там пари под руководством юрана. Хорошо они играют, да? Вроде бы да. Они там держатся в топ-7. Для них это круто. Мне вопрос прилетел. Очень интересно, если из КХЛ исключат Адмирал и Амур. Что станет с Лигой КХЛ? Ведь не нужно будет ездить туда, на Дальний Восток, уставать. Многие команды очень обрадуются. А если вообще не играть, вообще не устаешь. Да. Это же в итоге произошло в футболе. Там луч. У нас же был луч прекрасный футбол. С океаном. Да. В один сезон. Щелкнули. Убрали. Сказали, что не хотим летать туда. Да. Причем убрал Нижний Новгород и Сочи. Нет. Они же там вроде как вылетали. То есть не было такого, что типа они в... Там был переходной турнир. А, и они проиграли там. То есть они по спортивному принципу вылетели типа. Ну, я скажу вам так, что страна-то у нас включает в себя Дальний Восток. И эти города прекрасные. Я не был в Хабаровске, но во Владике мне понравилось. Вот Владик входит у меня. Да, и у нас еще Камчатка с Чукоткой не задействованы, между прочим, в КХЛ. А можно? В топ-5. Магадам простаивает. Да, солнечный. В топ-5 городов, где я был, вот в России, реально входит Владик. Мне очень там понравилось. Я, правда, был всего один раз. Там буквально дня три, но я кайфанул, насколько там здорово. Наш коллега Андрей Сенченко, он мне рассказывал, что у него отпуск есть. И он себе купил, вот прям, ну, с компанией, но купил себе сам билет, а не командировка, как мы любим, а Хабаровск, Владивосток и Камчатка. То есть он прям города все эти выбрал и радовался, что это обошлось там всего 50 тысяч рублей, это турне. И люди едут туда, вот как будто открывают новый мир. Попадают там, я не был никогда на Камчатке, никогда. Вроде бы надо поехать, да, но я думаю, а как, а что, а как, что. Но вот человек взял и поехал. И это такая чудесная наша страна, что здесь вот Москва, тут Нижняя, там Дальний Восток. И отказываться из-за того, что туда лететь далеко, чисто из-за этого отказываться от таких клубов, как Амур и Адмирал. Не было бы у нас тогда сказки, вот как там Биев выбивает Салатюлаев, там бьется с Акбарсом. Не было бы у нас Амура, да, мы как не обсуждали бы там, что туда люди едут. Не обсуждали бы термин «самолетные ноги». А, кстати, «самолетные ноги» это просто по-русски «джет-лег». Ну, «джет-самолет», а «лег-ноги». То есть это просто переводится знаменитой… Слушай, какие там «самолетные ноги» из магнита. Слушай, вот меня-то что удивило-то. Интервью-то он говорит про следующий матч, а следующий матч у него в Екатеринбурге, в Уфе. И насколько это в хоккее крутое испытание, когда мы сами понимаем, что вот туда летишь на Дальний Восток. То есть команда, мне кажется, когда получает календарь, они обводят Дальний Восток сначала сразу. А, вот мы летим тогда-то. То есть как они летят туда, как они это Дальний Восток переносят. Как говорят, вот у нас Дальний Восток в феврале, это плохо перед плей-офф. Это же такая вот классная интрига. Это как вот гонка в Формулу-1, да, какой-нибудь там Монако-трас, еще где-то знаменитый… Вот что я нашла. Молодец, знаменитый зигзаг, знаете, такой зигзаг там, его называют там королевский поворот. Вот Дальний Восток это наш такой королевский поворот. И не говоря уже о том, что там действительно есть и выходы в Китай, Кунь-Лунь, это такой мощный плацдарм стратегический. И я очень хочу однажды, может быть, это все-таки будет, чтобы там провели матч звезд. Вот во Владике, чтобы я там приехал прямо на неделю. Чтобы было там МХЛ, ЖХЛ, КХЛ. Мы бы там все это жили, ели рыбу, красную икру, красную рыбу. Черную икру. Да. Белую рыбу. Все вот это, все вот это. Это очень наш большой суперский колорит. Но это все равно, что не знаю, как… Опять же, мы любим сравнивать с МХЛ. Говорят, давайте отрежем от МХЛ, отрежем Ванкувер. Потому что лететь туда из Флориды далеко лететь. Ванкувер. А Ванкувер это вообще потрясающее место, обалденное. Там я был во время Олимпиады, там просто супер невероятный класс. А какие там… Прогретафилом из позиции. А какие там суши, ребят, какие там суши в Ванкувере на улице Робсона. Так что давайте мы оставим адмирал Амур. И лучше подождем команду из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, чтобы всем чертям… И закинем туда Кунюлунь, чтобы они все-таки уехали из Мэтищ. И как раз в этом треугольнике будет удобно делать календарь. То есть ты приезжаешь, там три матча сыграл, еще четвертый с Сибирью. И вот нормально будет получаться выезд. Не надо никого убирать. Наоборот, надо расширяться. Кузню давайте вернем в КХЛ. Кузню. Тут дворец построить нормальный. А по-моему, там построили. Нет. Там что-то не то построили. Старые отремонтировали. Да, вот старые отремонтировали. Да. Давайте перейдем к нашей игре, блицу. Десять шайб. А, кстати, дай так играть. Без кнопки. Максим, шансы сразу повышаются в игре. Да. Вот. Не буду напоминать правила. Сами понимаете, два… Две шайбы даются за ответ сразу. Одну за ответ. С четырьмя вариантами. И тему предлагали ребята. И мы там остановились. У нас была тема… А, вот я вижу, Максим нам подогнал тему. Называется Николай Дроздецкий. Олимпийский чемпион, легенда питерского хоккея, ленинградского хоккея, как он тогда был. Играл он, играл в ЦСКА, да? Да. Играл в ЦСКА. Ну, грандиозный человек, ушел рано из жизни. И у него был этап, когда он не только играл в ЦСКА, он играл в Европе. И в какой европейской стране он выступал. Потому что вы помните, что в конец 80-х развалился Союз, и открылось вот это окно, и большие звезды поехали в НХЛ. Но не все поехали в НХЛ, кто-то поехал в Европу. В какую европейскую страну поехал Николай Дроздецкий? А не в Австрию ли? Не в Австрию ли. Но Австрия была среди четырех вариантов ответа. Если ты выберешь эту опцию, то у тебя будет три варианта ответа. Давай-давай-давай. Три варианта? Да-давай. Австрия, которая не подходит к нашему варианту. Германия, Финляндия, Швеция. Ну, пусть в Швецию. Абсолютно правильно. Во-первых, это близко к Питеру, вы же понимаете. Во-вторых, он выступал за клуб Бурос с 89-го по 95-е годы. То есть он шесть лет провел в Швеции. А где его сын, кстати? Он же был в Казани. Элит Проспекс, Максим, есть. Для этого есть Элит Проспекс. Вопрос, который к нам пришел от Андрея. Каролина Херикайнс. Харикейнс. Харикейнс. Ураганы. Каролина Ураганы. Вопрос, наверное, кому-то покажется легким. Но, с другой стороны, надо какие-то вещи вспомнить. В каком году и из какого города переехала команда в Каролину? Так, ну они переехали из Хартфорда, понятно? Понятно. А год, ну это... Важно здесь год назвать. Ну давай, 97-й. Правильно, 97-й год. Ты, может быть, еще и скажешь, сколько раз они играли в финалах кубка. В финалах? В финалах. Мне кажется, два. Два, да. Два раза. Один раз выиграли, один раз проиграли. Да. Вопрос нам пришел от Максима. Николай Озеров. Николай Озеров. Знаменитый наш комментатор. Но он был чемпионом СССР по теннису при этом. Не по пинг-понгу, а по реальному теннису. Лаунж, как там, лужайка. Сколько раз он был чемпионом СССР по теннису? 24. Откуда ты знал? 24 раза. А мы с тобой программу делали. И ты запомнил, что 24 раза? Да. Он каждое чемпионство помнит, как сейчас. Нет, там просто накладки шли в одиночном, в миксе. То есть он за один год сразу три выигрывал? Да, молодежный. Как Штирвиц, чемпион Берлина по теннису. Характер нордический. Давайте еще один вопрос от Максима задам. А потом вопросом от Андрея завершим этот блиц. Потому что вопрос от Максима достаточно легкий. Я нашел вопрос к теме, которую он задал. Сергей Шепелев. В каком знаменитом матче он сделал хет-рик? Известная вещь. Ты знаешь, Максим? Да. А что ты знаешь? Реакция такая? Где твоя реакция? Это Кубок Канады. Да, 8-1. Как бы я отвечал. Все это знают, но я не стал мудрить, в каком клубе он работал. Действительно, Шепелев и его визитная карточка, хет-рик, когда мы обыграли Канаду, 8-1. Это было круто. Вопрос от Андрея. Сергей Гимаев-старший. Потому что есть еще Сергей Гимаев, который твой коллега в эфире КХЛ. Да и Старший тоже его коллега в принципе. Сергей Гимаев. А, ты же передачу делал про Гимаева, да, ведь исторические? Сергей Гимаев-старший. Родился, как мы помним, 1 января. И когда они по молодости уезжали с ЦСКА, обычно зимой в турне по Северной Америке, с клубами играли. То есть они очень часто проводили вот эти все дни свои в поездках, там, в Северной Америке, еще где-то. Ну, мы отмечали Новый год как раз всей страной, да, там, 1 января. И они вместе с игроком, который отмечал день рождения 2 января, устраивали праздник вместе. То есть с каким игроком Гимаев кооперировался, чтобы вместе устроить день рождения, когда они уезжали в турне по Северной Америке, играли с клубами НХЛ. Он мне рассказывал это в интервью, говорит, мы вот с ним все время вместе эти праздники из года в год проводили. Ну, и, соответственно, были большими друзьями. Ну, вы помните, кто ездил в турне, Гимаев, где он выступал, в каком кубе? Ну, в ЦСКА. Вот, значит, этот человек был из ЦСКА. Можно 4 варианта ответа, а можно наугад. Ну, не наугад, конечно, если кто-то знает. Не, я... Не знаешь. Давайте 4 варианта. Это Рагулин, Кузькин, Лученко, Третьяков. Слышный вопрос, клубник родился 2 января, да? Да. То есть он с ним кооперировался и все время с ним отмечал. День рождения. Да, ну, давай просто наугад. Пусть будет Лученко. Лученко. Серьезно? Правильно. На самом деле легко угадать, потому что Третьяк, все знают день рождения в апреле. Да. То есть все время интервью с ним делал. Рагулин. Явно не Гемаев по возрасту. То есть там у них разница в возрасте, да. Ну, по-своему, они по-своему, они по-своему, возрастной. Лученко, они примерно по возрасту плюс-минус. И, кстати, часто можно было видеть, когда был старый дворец ЦСКА. Вот пресса сидит на одной стороне, а на другой, вот там был такой сектор, да, вот там под ВИПом. И вот там сидел все время Гемаев-старший. И часто с ним посадился Лученко, который тогда работал скаутом рейнджерс. То есть он приходил, отсматривал молодых. Просто Лученко видел сейчас тоже на хоккее. А сейчас практически 1-го, 2-го января никто не рождается. Почему? А, по чьей мере, у нас в стране. Они предупреждают заранее, бригады будут пьяные. Давайте мы заранее вам заблаговременно роды вызовем. Родите 30-го, 31-го. Нет. Вот такая тема повернулась у нас. Спасибо за то, что нас смотрели. Можете задонатить Максиму за этот комментарий прекрасный. Особенность вы родились не 1-го, 2-го, а 31-го. Вам уж сам Бог верил. Темы предлагайте в комментариях. Ушло надо срочно. Темы в комментариях предлагайте. И вопросы для Блица тоже. Пока-пока.